Я не видел ни одного человека с более-менее элитой, который не был бы тяжелым психологическим положением, который бы не считал, что все идет вообще куда-то в полную задницу, что все очень плохо, что куда они нас завели, что впереди катастрофа и так далее. Мне кажется, что это вся российская элита думает и чувствует ровно так. Это люди всех уровней, всех. И чем выше, тем страшнее. Губернаторы, министры, все понимают, что задница. Все. Диктатуры очень тяжело переживают поражение. То есть все тяжело переживают поражение. Демократии имеют как бы некие механизмы, а диктатура таких механизмов не имеет. Поэтому я думаю, что они понимают, что это катастрофа. Поражение в войне – это катастрофа для России. Для режима. Нет, не для России. Для России это хорошо. А для режима это катастрофа. Реальная угроза существования режима исходит только изнутри этого режима. И исходит прежде всего от высших слоев. Потому что никто снизу не подойдет. Никакого механизма учета общественного возмущения, еще чего-то. Нет. Нет этих механизмов. Есть даже представители, что где-то возникнут какие-то возмущения, волнения и так далее. В связи, например, то, что погибнут люди, которых мобилизовали сейчас из нормальных семей. Ну, хорошо. Но этот протест будет расстрелян по пулеметам и все. Все идет изнутри. То есть, мне кажется, что вариант дворцового переворота, ну, не обязательно с табакеркой, не обязательно с физическим уничтожением автократа, но этот вариант, мне кажется, наиболее вероятный сейчас. Продолжение следует...